Портрет Любовь Авторская программа Владимира Легойды «Порсуна». Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы продолжаем писать «Порсуны» наших современников. И сегодня у нас в гостях Валерия. Здравствуйте, дорогая Валерия. Здравствуйте. Я вам на всякий случай скажу о структуре нашей программы. Ну, у нас пять частей. Это связано с окончанием, ну, структура связана с окончанием молитвы оптинских старцев, которая заканчивает словами «Научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить». Вот про пять последних частей «Вера, надежда, терпение, прощение, любовь» я предлагаю вам сегодня поговорить. Да, конечно. И у нас есть такой концептуальный замысел. Перед тем, как мы переходим к первой теме, я всегда прошу гостя, ну, вот сказать представиться это не совсем правильно, А вот ответить на первый такой предвопрос, вот сегодня, здесь и сейчас, как бы вы ответили на вопрос «Кто я?» Валерия. Эстрадная певица. Народная артистка России. Народная артистка Чеченской и Кабардино-Балкарской республик. Член Совета по культуре и искусству при президенте Российской Федерации. Я многодетная мать, новоиспеченная бабушка. По сути, ну, про профессию не говорю. Почему? Ну, ну, как бы, ну, певица, хорошо. Ну, мне кажется, даже не в этом, не это главное. А мы говорим как об общечеловеческом каком-то, да, даже. Ну, о глубинном, да. О глубинном, да. Поэтому, скорее, миротворец, как я называю в быту, огнетушитель. А почему вот вы в данном случае все-таки так, ну, певица? Почему так? Ну, потому что в духовном смысле разные отношения к этой профессии. И я сталкивалась в жизни с ситуацией, вернее так, у меня был период, когда мне действительно было очень тяжко, и я даже подумывала о том, чтобы профессию оставить. Ну, говорят, не благоугодное, в общем-то, вот как-то так. Лицедейство все это. Да, да, да. И разговаривала с очень таким серьезным человеком, духовного сана, и пыталась понять, как же мне дальше жить. Что же мне делать-то дальше? Мне казалось, что прям вот этот камень преткновения, может, поэтому мне все в жизни плохо. Так не благословили меня уйти. Представляете? Я вообще хотела ему на стырь, уходить, когда мне было плохо. Ну, это, наверное, на пике эмоций, да, было такое? Ну, это даже не пик эмоций, это прям был достаточно большой такой период в жизни. Но не благословили меня, потому что сказали, что такие, как ты, нам там нужны. Ну, я же понимаю, почему мучаю вас этим вопросом. Я ведь понимаю, что для вас это не часть образа, да, что сказали, ну, певица, что это вот не заготовленная фраза, да, а это вот что-то такое глубинно пережитое. И это очень серьезное признание, потому что, в общем, ну, я могу себе представить, сколько вы отдаете профессии. Да, конечно, это вся моя жизнь. Да, но когда вы начинаете с многодетной мамы, я понимаю, что это не рисовка для вас, да, это вот ваше глубинное самоощущение. Абсолютно так, потому что, на самом деле, и мне кажется, что вообще дети, и все, что сегодня вот я уже получила, потому что дети выросли, я вижу, какими они стали, я могу сказать, что что-то, значит, в жизни, что-то мне удалось сделать. Главные ваши хиты, как вы говорили, да? Да, я говорила так, и я действительно так считаю. И мне радостно видеть свое продолжение уже дальше, через поколение. И я надеюсь, что у меня будет возможность тоже как-то воздействовать, влиять на его воспитание. Хотя у меня с детьми были интересные такие разговоры, споры, когда Арсений был маленький, ну, не так уж маленький, но имеется в виду еще подростком. Я говорю, слушайте, говорю, а нет, он мне рассказывает, мам, вот все-таки вот не умеешь ты детей воспитывать. Я говорю, я говорю, как интересно. Я говорю, я на вас смотрю, вроде все такие у меня замечательные. Нет, ну, допустим так, тебе с нами просто повезло. Ну, вот, так что, может, мне и с внучкой повезет тоже. Вера в какой-то момент времени стала просто спасательным кругом. Бог видит каждое мое действие, каждый мой помысел слышит, каждую мою мысль. Я сама впаду в какой-то вообще невероятный грех и за собой утащу всех остальных еще. Вы говорили, поправьте меня, если это немножко не так было, что вас впервые в храм привело любопытство. Да. Да? Да. И вы как-то неосознанно, вы говорили, решили креститься. А вот осознание, а когда пришло осознание? Ну, как говорят, гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот когда грянул гром, тогда я стала смотреть по сторонам и не по сторонам, и на небеса, и заглядывать вглубь себя. На самом деле, окрестилась я действительно в юности, когда случайно оказалась в городе Смоленске, там потрясающий красотный храм. Мы зашли и говорили, о, красота-то какая! Слушайте, а почему бы нам не покреститься? И мы коллективно, чем-то там еще с ребятами покрестились. В общем, где этот крестик у меня... В общем, он у меня где-то... Даже, по-моему, его не носило. Ну, как-то был очень абсолютно несознательный процесс. Ну, то есть вообще. И еще у нас семья была такая, ну, в то время, наверное, это не редкость, ну, абсолютно неверующая. У нас церкви не было. Представляете, в 30-е годы разрушен был храм. И вот рассказывает мне бабушка моя, что сто лет прожила, то есть мне было что узнать от нее. Она просто рассказывала, как этот храм сносили, как его взрывали. Ну, не хотел он поддаваться. И он пал просто уже в самый последний момент, а стена крепостная, еще вот эта вот монастырская, не монастырская, это соборная осталась в городе. Вот. И без него не было церкви. И потом, кстати, уже в 90-е или даже в 2000-е службы, знаете, где проходили? В здании бывшего суда. Такое вот. Это концептуально. Концептуальненько, да. Потом построили новую церковь. Ну, неважно, просто у меня было очень такое атеистичное детство. И потом, вот сначала я покрестилась, а потом уже так случилось, что первый мой коллектив, это были музыканты, уже бывалые, взрослые, это часть группы Воскресенья, то есть они, очень многие из них действительно люди духовные, религиозные, даже воцерковленные. У каждого свой свой путь туда, очень сложный, непростой. И вот после концерта у нас, как всегда, какие-то переезды где-то там, поезда, самолеты, автомобиль, разговоры, вот те самые. И мне было безумно интересно их слушать. И как-то потихонечку, понемножку я как-то проникалась этой темой. Я же не могла никому рассказать, что вообще происходит в моей жизни реальной, что поделиться ни с того ни с сего просто со взрослыми людьми, со своими коллегами. Я просто слушала и пропускалась через себя. В какой-то момент я поняла, что, пожалуй, это единственное, что даст мне точку опоры. То есть для меня вера в какой-то момент времени стала просто спасательным кругом. Вот говорю без малейшего преувеличения, вообще все, что со мной происходило, я себе рисовала такую картину, ну, может быть, такую примитивную, улыбочную. Но, тем не менее, мне казалось, что вот сейчас вот все, что я делаю, вот абсолютно все, вот у меня нет крыши в моем доме, а вот все, ну, вот такое представление, буквальное очень, да? Что вот Бог видит каждое мое действие, что он каждый мой помысел слышит, каждую мою мысль. И это мне придавало какие-то невероятные совершенно силы. Но, вы знаете, это ведь совсем не улыбочная картина, это вообще такое фундаментальное христианское самоощущение, вот человек перед Богом, да? А вот насколько вам его удалось сохранить? Вот вы сейчас часто так же ощущаете, что вот он видит, слышит, или это теряется со своими... Вот хороший вопрос, и для меня, на самом деле, немножко болезненный. Болезненный, вот объясню почему, потому что вот опять же, второй раз скажу эту поговорку, гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот когда плохо, ну, прямо мы все прямо с вами. Сразу, да. Мы сразу там, потому что, а на кого больше надеяться, потому что все способы другие уже перепробованы, испытаны. А когда нам становится хорошо, мы немножко вроде, да, мы вроде бы там, но мы чуть-чуть отступаем. Крышу встроим, да? Вот закрываемся, да? Вот закрываем чуть-чуть крышу. И я понимаю, что, наверное, у меня какой-то такой вот неправильный период. Хотя я, то есть моя вера никак не поколебалась, и я не чувствую, не ощущаю себя как-то иначе. Ну, вот в этом смысле острота, что ли, как-то чуть-чуть другая. А вот какие у вас отношения с ним? Вы задаете туда вопросы? Ну, вот то, что вы обращаетесь, как все мы, когда плохо, да, это понятно. У вас бывает там, не знаю, раздражение, за что? Как складываются эти отношения? Я вообще не задаю вопрос. За что? Почему? Вот как тебе будет угодно, ты лучше знаешь, что мне нужно. И я могу только, обращаясь к Богу, с молитвой, с просьбой о поддержке какой-то духовной и о здравии и благополучии своих близких. Это вот, наверное, главное... Ну, то, что не в нашей власти, да, вот то, что мы не можем... Да, это я сейчас вспомнила ситуацию. У меня детки же со мной тоже рано начали ходить в церковь. Ну, теперь у каждого там свой какой-то путь, но когда были маленькие, я помню, даже перед исповедью там записывали свои грехи, там кто-то что-то набедокурил, что-то такое, все как положено. И вечерние молитвы мы все читали, и все. И я помню, темки было, наверное, годика четыре, Господи, вслух прям, сделай так, чтобы у меня появилась машинка. О том, что сделаю я сам, я не буду просить Бога. Да, но, с другой стороны, это детская вера, может быть, она такая самая, да, вот... Да, сама такая. Потому что, по большому счету, что человек может сам? Ну, он думает, что он может сам. Он только так думает. Конечно, Бог управляет нами и позволяет нам делать, и даже позволяет думать, что мы такие сильные, и что мы такие умные, и что мы такие способные двигаться вперед так активно и чего-то добиваться. А вот в этих отношениях с Богом, о которых мы говорим, а что самое сложное для вас? Мне очень нравится фраза, когда, не помню, где я ее услышала, говорит, как вы Бога-то слушаете, как вы Бога-то можете услышать, когда вы сами все время разговариваете? Ну, мы же все время в потоке информации. Мы смотрим телевизор, мы в телефоне, у нас компьютеры, у нас куча дел, вокруг нас люди. А когда? Да. Даже когда ты остаешься один на один с собой, у тебя голова взрывается от того, что тебе нужно проработать кучу всего, что тебе предстоит сделать. Как найти вот то самое уединенное место в самом себе, чтобы иметь возможность поговорить с ним? Правда, в наше время, мне кажется, это самое трудное, самое тяжелое. А у вас было, когда вы понимали, что вот это ответ, вот на ваш там, не знаю, вопль, вопрос, что вот вы сейчас понимали, вот он ответил, когда там, не знаю, сомнения уходили, были такие ситуации? Были. И с одной стороны, я умом понимала, что я не могу получить такого подтверждения, я не могу обрести такую уверенность, потому что, как бы с точки зрения такой официальной церкви, это неправильно. Но с другой стороны, я поняла вдруг совершенно четко, что если я не сделаю шаг в сторону, что не все можно записать вот на бумагу, разложить, и что это вот так, и сказать вот так вот правильно, а вот так ни в коем случае. То есть я поняла, что если я не сделаю вот тот самый решительный шаг, то есть я не то, что я сама впаду в какой-то вообще невероятный грех, и за собой утащу всех остальных еще. И вот тут вдруг, вот ко мне в какой-то момент времени вот пришло это осознание, это чувство, что я думаю, ну, наверное, наверное, я что-то такое, что-то уловила. Но я даже не смела думать, что я это уловила, я вдруг почему-то поняла, что надо сделать так. Вот вы сказали грех, для вас грех это что? Это преступление, ошибка, что-то еще может быть. Я вот сейчас вспоминаю все свое детство, то, как меня воспитывали, какими были мои близкие, там, бабушка, дедушка, да, они, конечно, были, там, коммунистами, они были людьми своего времени, но они руководствовались морально-нравственными принципами. Ну, они росли в этой культуре, конечно. Абсолютно теми же, не убей, не укради и так далее, да. Но все то же самое. Поэтому, конечно, что такое хорошо, что такое плохо, да, крошка с НКЦУ пришла. Вот это было совершенно четко и понятно. Что такое грех? Ну, наверное, это нечто, это какое-то духовное преступление, да, за которое невероятно стыдно. Это для вас про наказание потом или про внутреннее чувство вины? Нет, это про чувство вины, за которое потом очень стыдно. Вот, наверное, вот это. И для того, чтобы... Ну, и, да, ну, естественно, если мы говорим о грехах каких-то... Хотя, наверное, неправильно делить их на большие и маленькие. Сложно взвешивать. Сложно взвешивать. Но, тем не менее, все равно в нашей, как в нашей вот сегодняшней жизни, в нашем сегодняшнем представлении, ну, наверное, у многих так, мы считаем, что этот грех не очень большой, а вот этот грех, ого, какой за него, потому что еще и наказывают здесь на земле. Ты все равно взвешиваешь. Все равно взвешиваешь. Мы все равно взвешиваем. Так или иначе, мы их распределяем. Вот, но я уже даже не думаю про те... Вот как раз когда я вам говорила, что я боялась вовлечь себя в какой-то грех очень серьезный, это действительно то, за что пришлось бы отвечать мне еще и здесь, прямо уже перед судом, перед людьми, по законам человеческим, здесь прямо, на земле. Вот, я боялась, что я просто сломаю жизнь всем своим близким. Но если я вас правильно слышу, для вас все-таки Бог не судья. или судья тоже? Ну, как сказать, конечно, судья, потом-то все равно, все равно же суд-то Божий предстоит. И мы не понимаем, не всегда понимаем в какой-то момент времени, он нас сейчас осудил во благо нам же, урок нам преподнес для того, чтобы мы шли дальше и духовно крепле развивались. Либо он просто попустил нам что-то, что мы сами вот это сделали, и дальше во что это выйдет, и на какую дорожку мы сами-то в итоге выйдем. Вот, поэтому разные ощущения бывают в разных ситуациях. Безусловно. У меня есть такое стилистически пониженное сравнение. Я в детстве очень любил «Три мушкетера», книжку, ну и фильм потом тоже. И там есть потрясающая сцена, когда Д'Артаньян мучается каким-то нравственным вопросом, и вдруг он, и там примерно, да близко к тексту даже могу сказать, что холодное и спокойное лицо Атоса стало перед ним. Атос не простил бы его, не подал бы ему руки. И вот я когда-то для себя так сформулировал, что Бог – это такой вот большой Атос, на которого ты смотришь, да, и понимаешь, что руки не подаст. Это вот близкое вам чувство или все-таки у вас нет? Нет, мне кажется, подаст руку всегда. А смысл-то веры тогда в чем? Если ты знаешь, что ты что-то такое-то сделал, и Бог тебя не простит, а что же тебе вообще дальше-то делать? Все, конец, все, во всех жизнях, вообще не о чем думать вообще, в принципе. Вы первый человек, который уничтожили мое сравнение, многие годы казавшиеся мне хорошим, и все говорили, «Да как здорово ты придумал!» Я вам очень за это благодарен, потому что я думаю, что богословски вы правы, конечно. Потому что Бог, в отличие от Атоса, всегда подаст руку. Это очень точно. Я просто это чувствовала, я чувствовала, и я вряд ли была всегда права. Да, но я абсолютно знаю точно, что меня ведет эта сила. Меня ведет Бог. Потому что разное могло случиться, всякое могло произойти. Потому что я через такие жернова пропущена была этой жизнью. Многие удивляются и говорят, ну надо же, вообще не скажешь. Я считаю, что только лишь потому, что у меня какая-то помощь сверху идет мощная. Правда. Я вам странный вопрос такой задам. У вас есть сценическое имя? Да. Которое, насколько я вижу, слышу, даже сейчас коллеги ваши прихают, вас называют и в жизни. Да. Это ведь непростая вещь, потому что вот вы знаете, естественно, что при монарском пострине имя меняется. То есть имя – это большая история. А вот для вас лично, все равно же есть образ сценический, да? Вы сами сказали про лицедействие, не я сказал, а вы сказали, да? Вот я просто не знаю, вас близкие называют как? Меня Лерой зовут. Дети меня зовут, знают, что мама Лера. В детстве они вообще думали, что Алла и Валерия – это вариант одного и того же имени. Ну, как часто бывает. Люся, Людмила, например, да? Вот они думали, что это одно и то же. А вот то, о чем я говорю, вот дата этой, серьезность имени, оно вот в этой ситуации ваше действительно так? Или просто оно так вот сложилось, сложилось, вы никогда особо ничего здесь не ощущали? Ну, я уже рассказывала об этом, что имя у меня, мое сценическое возникло тоже как бы не случайно. Не случайно, да. Потому что, да, меня мама сначала так назвала, и я как-то вот из-под воль я жила вот с ощущением вот этого второго имени своего, что меня так раньше звали. И когда настал момент появления творческого, момент, когда назрела необходимость творческого псевдонима, естественно, что мне могло прийти в голову? Конечно, Валерию, потому что я же, я же ей уже была вот несколько дней. И поначалу, ну, сейчас ты уже была еще 20 лет, да? Для меня это была вот чистая игра. Я на тот момент уже, кстати, была крещеной. Крещеная я Алла. Вот видите, еще один поворот, да, с именами. Да, да. И имя все равно со мной, и в крещении я так и остаюсь. А потом, значит, вот это была игра, все как интересно, все теперь... Ну, в основном у меня были новые знакомые, совершенно новый круг общения, который все равно был, как меня называют, с самого начала. Ну, и вы при знакомстве не говорили, да, кстати, а по паспорту, я бы сказал. Да, 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 конечно. И так это все как-то приклеилось ко мне. Тяжелее всего было, конечно, родным. Мама настолько моя сбивалась, потому что она не могла, ей запрещено было называть меня, но у меня был очень серьезный продюсер. Запрещено было называть моим родным именем, которым она меня звала всю жизнь до того. А новый у нее язык не поворачивался. Вот, и я у нее до сих пор хожу в дочках просто. Она меня вообще никак не зовет, и чтобы не сбиваться, она уже вот просто дочка. Наш настрой вот на какой-то свет, он нам действительно внутри пробуждает какую-то другую энергию. Я, конечно, за надежду такую очень деятельную. Я хочу, чтобы людям легче дышалось, что ли. Вам бывает одиноко? Вы можете себя вообще назвать одиноким человеком? В разные периоды времени я по-разному отвечаю на этот вопрос. Потому что в какой-то момент я ощущаю, что несмотря на то, что вроде моя жизнь кипит, бурлит, и я ни секунду не бываю одна, я ощущаю одиночество. А в какой-то момент времени нет. Вот сейчас я бы соответствовала отрицательно. Это означает, что я не постоянно? Нет, это означает, продолжает означать, что вы глубоко думающий человек, как мне кажется, что это означает. Но вот поскольку вы уже встали на путь неиспровержения устоявшихся в моих каких-то представлений, вот мне кажется, что в каком-то предельном смысле, и вы ведь тоже сегодня про это начали говорить, про вот разговор, мы с Богом один на один все равно, да? Что в предельном смысле человек все равно одинок. Глубинно всегда. Приходит один, уходит один. Да. И вот это... Ну вот как вы это ощущаете? Наверное... Как неизбежность? Это вас тяготит? Это меня не тяготит. Я все-таки человек живущей надежды. Если уж мы с вами вступили на второй. Вот я оптимист. Непростую, кстати, дорогу надежды. Очень непростую. Да, я оптимист. Я все равно верю в то, что завтра будет лучше, чем сегодня. Я не хочу сказать, что я ношу розовые очки по жизни. Вообще такая вот. Хожу такая, ничего не соображаю. Такая... Такая все-все-все хорошо. Да, это хорошо было сейчас. Нет. Но тем не менее, я правда ощущаю, что вот наш настрой вот на какой-то свет, он нам действительно внутри пробуждает какую-то другую энергию. Конечно, да. И мы воспринимаем эту жизнь иначе. В самые разные периоды ее. Вот, собственно. И про то, что когда мне бывает одиноко, какой момент времени. Может быть, какие-то переломные моменты, переходные, какие-то возрастные. Ну, одиночество как что-то сложное, да, вы сейчас говорите? Да, да. Как что-то, как вот я и вечность. Но вы же фактически вот в первой части, да, признались, что вам не хватает одиночества. Да, да. Это ведь тоже правда? Потому что это такое, так сказать, одиночество со знаком плюс, да? Да, да. Не то одиночество, на которое мы привыкли сетовать, да? Там человек там одинок, боже мой, как ему, да, как он несчастный от этого. Да, да, давайте собаку ему подать. Да, а тут вот одиночество хорошо бы немножечко себе бы как-нибудь, да, найти. Поэтому по-разному. И в какие-то, в какой-то момент времени вдруг ощущаешь, что вроде как все напрасно, и какая-то суета-сует, и вроде бы что ты, и не понимаешь тебе. А потом вспоминаешь, что это давно написали, правда, что мы не первые. Да, и не понимаешь, и не я одному чусь, да. И никто вроде меня не понимает, а вроде все хорошо у меня. Сейчас кому скажи, скажешь, ты что, с ума сошла вообще, что ты себе там навыдумывала, напридумывала. Но это, и причем никто это не сможет понять, ни муж, ни родители, ни дети, никто абсолютно. Это какие-то вот моменты прозрения. А может быть, это просто вот с возрастом возникают, приходят такие мысли в голову, да? И чем старше мы становимся, тем чаще они нас будут посещать. Вполне возможно. Ну, вы знаете, вот тема, ведь в действительности очень непростая надежда. У меня было некоторое время назад в гости наш выдающийся историк, античник Виктория Ивановна Уколова. Она совершенно для меня неожиданную вещь сказала. Она говорит, и вот если не брать надежду в глубинно-христианском смысле, как надежду на Христа, вот о чем мы с вами уже поговорили, да? В человеческом измерении. Надежда, она сказала, иссушающая вещь. Она человека ссушит, потому что если он вот только надеется, то это вот, условно говоря, со знаком минусу. Вот что вы думаете? Нет, ну как, а вот известный на Бога надейся сам не плашай. Вот что вы думаете? Вот, я вообще за это. А верблюда привязывая, как... Это знаменитый анекдот, когда Бог говорит, ты хоть это, билетик-то купи. Ну вот это сеть, не может так быть. Как она и говорила, что вот если человек надеется бездеятельно, то это тебя ссушит. Нет, я про такую надежду вообще молчу, про такую надежду. Что вот авось там, оно как-то само рассосется. Нет, это точно совершенно не про меня, абсолютно. Нет, я все еще... Но для большинства ведь надежда это вот, ой, ну, там авось обойдется, да? Ну это авось, вот это мне нравится, это больше мне нравится слово. Знаменитый русский авось. Да, это вот авось, это не про надежду. Это какая-то очень легкомысленная надежда, абсолютно какая-то пустая, ничем не наполненная. Ну вот, не знаю, это хорошее русское слово, да? Авось, это не надежда. И не одно, и не одно. Это правда. Вот поэтому я, конечно, за надежду такую очень деятельную, за наполненную твоими... Ну, смыслом твоей жизни и какими-то действиями, приближающий желаемый результат. Понятно, что ты, может быть, и не сможешь его достичь, да? Но ты надеешься, что у тебя это будет по силам, что тебе это как-то, может быть, даже поможет тебе в этом Всевышний. А вот эту тему, наверное, сложно обойти. Мы уже сколько, два года почти живем в совершенно новых условиях, в новом мире. Он как-то все время меняется при этом. И вот ваш муж, Иосиф, очень тяжело переболел, да? Вот чему вас эта ситуация научила? Это что было с надеждой в тот момент? Как вы это проживали? Ой, это правда был страшный период. Если вы не хотите говорить на этом... Нет, я расскажу, я расскажу, потому что на самом деле это пережили очень многие люди. и переживают до сих пор. Да, до сих пор, да. Поэтому стоит об этом говорить. Конечно, я верила, я надеялась, что у него все будет хорошо. Я молилась за него. Я верила в то, что он молодой, сильный и тоже очень заряженный на победу человек, на победу над болезнью. Вот это вот, я прям, я была в этом уверена. Вот знаете, вот не то, что... Я даже не допускала себе мысли, что может быть как-то... Не позволяли, да? Не позволяли. У меня как-то в один какой-то день меня прям накрыла буквально. Вот волна такая, какого-то такого липкого страха такого. Прямо по спине, какой-то липкий страх. Вот он действительно такой. Я такая думаю, состоять. Нет, нет, все. И я как-то каким-то усилием воли, не знаю, каким образом мне это удалось, я просто отсекла это. Он, конечно, большой молодец, потому что он был в больнице, и, конечно, я не могла прямо с ним находиться в красной зоне. Ну да, все жестко очень, да. Тем не менее, он не говорил, насколько ему было плохо. То есть, насколько ему тяжело дышалось в тот момент времени. Он был на кислороде. Я знала кислород, поскольку сама никогда не испытывала этого. Ну, кислород, 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 да. Когда он мне потом рассказал вообще, через что ему пришлось пройти, я думаю, господи, а я даже, вот как бы в достаточной степени, даже не испугалась. То есть, вот меня накрыло, а потом я такая, все хорошо, все прекрасно, все замечательно. Ну, вам надо было. А с другой стороны, может быть, и хорошо. Вот он, конечно, он большой молодец. Говорят, что мужчины, они тяжелее болеют, в смысле такого эмоционального. Ну, принято так считать. Но к моему мужу это не относится, на самом деле. Он не паникер. Поэтому я ему очень благодарна за то, что он мне позволил вот так сильно надеяться, так горячо верить в то, что все будет хорошо. То есть, он мне в этом помог. Хотя, вот, получается, что это какой-то, это закольцованный такой процесс. Он мне, я ему, и вот, слава богу, хороший результат. Да. Про творчество хочу вас спросить. Вот творчество и надежда, да? Вот вы какую надежду хотите дарить своим творчеством? Если мы можем так поставить вопрос. Я все-таки за то, чтобы, вот тем, что я делаю, творчество, я не люблю всегда, когда говорят от первого лица. Мое творчество. Вот это особенно мое, вот это вот, да. Моя роль, мой вес в искусстве. Поэтому, кстати, пытаюсь перефразировать предложение. Когда я выхожу на сцену, мне хочется дарить людям радость, какую-то надежду. Опять же, почему я получаю подтверждение тому, что у меня это иногда получается. Так уж вот скажу, может быть, не скромно. Действительно, бывают люди совершенно, ну, обреченные, там, тяжело болеющие. И приходя на концерт, у меня было несколько таких случаев. Представляете, вы говорите, мне стало легче, меня отпустило. Это как-то психосоматика так срабатывает каким-то образом, да? И говорят, ну надо же как. И человек пошел на выздоровление. Не каждый случай действительно был такой вот до конца позитивный. По-разному развивали события. Но, тем не менее, я понимаю, если даже на какой-то период времени мне удается человеку облегчить страдания, или просто даже подарить какие-то положительные эмоции, значит, уже я на месте на своем нахожусь. И вот что я хочу? Я хочу, чтобы людям легче дышалось, что ли. Потому что, на самом деле, проблем много. Я противница того, чтобы на сцену, вообще в искусство, в кинематограф, внедрять реализм, вот как он есть, вот со всей грязью, со всеми червяками, со всеми мусорными баками. Я против этого и так много в жизни. Нам нужно стараться духовно людей как-то чуть-чуть... Ну а что вы имеете в виду грязь? Вот я тут грешным делом в августе перечитал «Преступление и наказание». О, я тоже недавно перечитывала. Вот, у нас с вами много общего. Я боялся, что я не дочитаю. Там вот никакого света... Ну и в конце там большой вопрос. Ой, не знаю, а я прямо вот прочитала в конце, думаю, господи, да книга всем не про то. Ну не про то, но... В детстве-то мы прям, я читала, знаете, как какая-то криминальная какая-то драма. А в конце я прям вот, свет в конце тоннеля. Нет, ну безусловно, у Достоевского он есть, но до этого вот, ведь там тоже много... А все к этому велось. Вы понимаете, вот какой путь нужно было пройти, чтобы вот, вот, вот все-таки... Вот это очень хороший финал на самом деле. А очень часто... У Достоевского других нет финалов. Вот очень часто сегодняшнее современное искусство, ну вот все плохо, все греет, все плохо, и все, и закончил все плохо, и все, и уже ничего не хочется. И дальше-то что? Человек говорит, да действительно, ну у нас и жизнь, ну беспросветное все. Ну надежду надо давать. А Федор Михайлович ваш писатель, да? Ну мне нравится, мне нравится, я люблю Достоевского. А Толстой? Толстой обожаю. Больше, чем Достоевского. Почему? Ну, не знаю, трудно сказать. Мне очень нравится, мне очень нравится язык, мне очень нравится какая-то современность, мне очень нравится ирония толстовская. Ну, а юмор Достоевского, по-моему, намного глубже, чем ирония. Он другой, он другой. Ну я, может, потому что девочка у меня как-то. Он девочек хорошо понимал. Не всегда свою жену, правда. Вот да. Он просто, мне кажется, ему не ставил такой задачи себе поконять жену. Он не ставил задачи, правда, она, конечно, да. Я тоже всегда говорю, что зачем учиться на психфаке, надо прочитать Анну Каренину, в принципе, это сэкономит много времени. И таким образом устроить свою семейную жизнь, как будто ты вообще ничего не понимаешь в этом. Да. Да, но есть у меня такой проклятый вопрос, наверное, неразрешимый. Мне очень интересно, что вы скажете. Ну вот насколько искусство влияет на человека и меняет его? Вот Андрей Сергеевич Кончаловский, я всегда его вспоминал, он говорит, не меняет. Иначе, ну, понятная точка зрения, все бы, кто прочитал там, не знаю, хорошую книгу, становились бы лучше, этого не происходит. И, как он говорит, самое ужасное, вот люди вышли, премьер, хороший фильм, хороший, пошли пообедаем, все, он говорит, это смерть, значит, ни о чем. Может искусство менять? Вы можете назвать произведение искусства, которое вот вас прямо так потрясло? Мне кажется, что все равно это как вот личность, она же воспитывается постепенно, по кирпичикам выстраивается, так и произведение искусства. Чем больше мы хороших произведений читаем, чем больше мы хороших, достойных фильмов смотрим, тем, наверное, мы в итоге становимся интереснее. И мы то, что мы, собственно говоря, употребляем. Един, да, безусловно, безусловно. Вот и все. Конечно, нельзя сказать, что посмотрел один фильм, о, и проснулся другим человеком. Не, ну такого не бывает. Но уже не таким же проснулся. Ну, немножечко, может быть, другим. А были вот у вас потрясения большие от каких-то, не обязательно от книг или от, там, фильмы, музыка? Вот что? Наверняка были. Ну, кстати, чаще всего, когда были, они как-то так вот где-то глубоко, да, и сходу. Я даже вот сейчас пытаюсь вспомнить, конечно, были. Или, например, знаете, какие, когда я хожу на концерты классической музыки, я не знаю, у меня прям какой-то катарсис наступает, я не знаю, я плачу. У меня прямо как будто так на меня воздействует, например, органная музыка. Я не знаю, мне на какие-то там педали моей души эти звуки нажимают. Но у меня просто, знаете, как психотерапевтические... То есть бах, а не Моцарт у вас? Да, да, не Моцарт, нет. Для меня бах. И у меня каким-то образом... Вот говорят, что слезы, они помогают нашей душе освободиться от какого-то груза, от какой-то боли, они нас очищают, освобождают. Вот нечто похожее со мной происходит, когда я слушаю такую музыку. Хотя я не очень, кстати, легка на слезу. Я не плачу без конца по каждому поводу. Вы не сентиментальный человек? Я не могу себя назвать не сентиментальным человеком. Но вот если я смотрю какой-то... Меня задевают истории, связанные с детьми, со стариками. Меня прямо разживается все внутри. Но вот именно плакать... Не знаю, это не так часто бывает. А когда вы плакали в последний раз? Ну, прям плакала-плакала прям. Ну, может, не плакала-плакала, а просто плакала. Ну, это тоже было связано с чем-то... Ой, знаете, я где еще плачу? Это вообще совершенно... Это, кстати, это не бах. Я на щелкунчике плачу. Да? Да. Ах, хотя я вас... Я вас понимаю. Я такая... И вот так вот, в три ручья. У меня еще есть одна приятельность хорошая. Она театрялка очень много, тоже ходит на спектакли всякие. И вот мы сидим, думаю, мне кажется, наверное, я одна. Сижу такая дурочка и плачет сейчас в большом театре. Потом встречается с ней фая такие. Она такая... И я говорю, ой, ну я не одна, слава богу. Я не знаю, это назвать сентиментально я или нет. Не знаю. Я не собираюсь говорить, что у нас такой геройский труд встраиваться в эту реальность. Мне все тяжелее и тяжелее. И, честно говоря, не очень хочется. У людей, которые далеки от того мира, в котором вы живете, профессионального мира, есть, естественно, у нас у всех свои стереотипные представления. Что вот звезды, шоу-бизнесы, эстрады, вот они такие-сякие и прочее. Вам, естественно, все эти представления хорошо известны. Да. Вот что в этих представлениях самое неправильное? Что вам, ну давайте скажем так, поскольку терпение, да, вот тяжелее всего терпеть. Вы кажется, что вот это на самом деле совсем не так. А люди так считают. Люди думают, что у нас жизнь вообще очень легкая. То есть купаемся в роскоши, ничего не делаем абсолютно. Нам все просто падает с неба. И в Мазерате подъехали. Все прямо. И вообще жизнь сплошные развлечения. Прямо сплошные тусовки, мероприятия. Это же сплошная радость же, думают люди. Многие. Ну там, ты играл в концерты. Да, да, вообще. И по шампанскому. Да, или какие-то презентации. Конечно, я понимаю, что я и рад бы не пойти на эту презентацию. Ну ты не можешь не пойти. Надо. Звали на программу, надо идти. Во-первых. Но программа это немножечко другое. Это более, скажем так, да. Спасибо. Ну вообще, да, конечно. И тем не менее, а вот когда, да, я понимаю, что кто-то из знакомых, из приятелей хороших, с кем мы прям в хороших отношениях, что-то выпустил там, какой-то фильм, да. Или, допустим, вышло, не знаю, книжки реже, ну там, песни, не знаю, клипы. Ну поддержать, ну надо поддержать. Ну как не поддержать? А это тоже часть нашей жизни на это тратится. И одиночества нет, поэтому. Да, да, и мы, получается, все время, а со стороны кажется, ну, ой, опять они гуляют, опять они туда пошли, сюда пошли. Да вот лучше бы вот дома осталось. Кто-то из театральных актеров рассказал о ситуации. Работала женщина в гардеробе там. Говорила, ну что не выходит? Вот и не выходит. И что она? Он намазался, пошел, вышел, погреблялась и ушла. Мы же тут одежду принимаем. А вы не хотите выйти так? Вот давайте мы вас накрасим. Вы выйдете, вот мы вам дадим, вот эту роль вы получите. И сама мысль о том, что ей надо будет выйти на сцену и через что пройти, и что преодолеть, конечно, повергла ее в ужас. И какая-то там была забавная история, я сейчас не помню финал. Но смысл в том, что невозможно себе представить просто в другой роли. Понятно. Да, понятно, что у каждого, опять же, по способностям, что называется, да. Ну да. Понятно, никто не, я не собираюсь говорить, что, ой, у нас такой геройский такой вот труд, и вот опять ему такую, и мы там прям так вот делаем. Но есть свои сложности. С которыми далеко не все готовы были бы смириться. Это фактически отсутствие дома, да. Это отсутствие какого-то ритма жизни нормального, человеческого. Вплоть до того, что там сон, бодрствование. Этого тоже нет. Тоже нет, да, понятно. То есть элементарно. Какие-то переезды, перелеты. Боишься ты летать, не боишься. Никого не волнуют. Не интересует. У тебя нет способа другого добраться на другой конец света. Страна у нас огромная. Есть очень много сложностей, которые приходится преодолевать. И не вешаясь на грудь медали. Это нормально абсолютно. Есть нюансы в каждой профессии. Хорошо. И далеко не каждый человек, кто вот так со стороны просто так вот, даже, может, позавидовал или даже посмеялся, да, готов, вот реально, готов жить так же. Понимаете, здесь, ну, на самом деле. С другой стороны, это же все равно особый мир, да? И есть еще один стереотип, что это мир, это вот такой клубок змей, там все друг друга не любят, завидуют, подставляют и так далее. Вот в этом мире, даже, ну, допустим, это неважное представление, но все равно, вот в этом особом мире, в котором вы живете, что вам терпеть тяжелее всего? Мне повезло, знаете, в чем? Что я особенно глубоко с этим миром не взаимодействую. У меня есть фронтмен в этой части. Да. Мой муж. Да. Который вот во всем вот этом находится. Все удары берет, принимает на себя. Все удары, и вы, вот, любое взаимодействие. Я уже как бы по остаточному принципу. Я только иду туда, где мне нормально, комфортно. Правда. Вот в этой части мне повезло. Он мне говорит, я, говорит, не представляю, как бы ты вообще, вот, выжила бы в этой ситуации, в этом мире, если бы, говорит, вот, не был человек, который с кулаками стоит рядом с тобой. Я читал, что Иосиф говорил, что вы не человек шоу-бизнеса, да? Вы с этим согласны. Вот смотря в каком смысле. Я с детства была человеком очень целеустремленным, очень организованным. Я не знаю, как-то заряженным на победу, что ли, да? Но есть какие-то... Может быть, действительно, мир сильно поменялся в последнее время, что я понимаю, что, ну, встраиваться вот в эту реальность, мне все тяжелее и тяжелее. И, честно говоря, не очень хочется. Ну, прямо вот совсем не хочется. И, наверное, я уже могу себе позволить этого не делать. Да? У меня есть, там, моя аудитория. Да, я понимаю, что для того, чтобы понравиться молодым, нужно что-то такое там... Изобразить. Что-то такое сделать. Но вряд ли я стану героем их поколения. Ну, нет, конечно же. Они, ну, в лучшем случае, они будут знать мое имя. Да? Ну, и что дальше? Ну, хорошо. Ну, мы, конечно, с мужем очень спорим на эту тему. Он говорит, как мне с тобой тяжело. Потому что я, конечно... И, очень дорогой, мы это все вырежем. Как я... Ну, правда, я далеко не всегда иду на какие-то вещи, если это не совпадает с моим внутренним представлением. Как противоречит какому-то, ну, не знаю, моему внутреннему миру. Ваша подруга, Екатерина Рождественская, сказала, что вы относитесь к 1% людей, прошедших без последствий испытания медными трубами. Это так? Я с ней соглашусь. Вы с ней согласитесь. А скажите, а что вы делаете, когда вы замечаете в себе все-таки, ну, вот эти, назовем вещи своими именами, проявление звездности? Вы себя останавливаете, одергиваете? Или у вас нет этих проявлений? У меня нет проявлений. Нет проявлений. Вообще не бывает? Вообще не бывает. Никаких? А что, хоть кто-нибудь, пусть мне скажет, что бывает. Нет, нет, я же не знаю. Я давно ваш поклонник, но мы общаемся серьезно первый раз. Простите, прямой вопрос. Нет, это абсолютно нормально. И я тоже, я понимаю, что появление звездной болезни, наверное, это тоже, ну, логично, что ли, да? Потому что человек, вот понимаете, вот ему с утра ночи говорят, ой, ты великий ты, ой, какой ты великий, боже, какой ты великий. В конце концов, человек думает, ну, это вообще правда великий, да? Это как бы оправданно и понятно. Может, от того, что меня так воспитали. Может, от того, что у меня, опять же, вот тот первый мой период жизни такой на сцене совпал, ну, с таким заземлением и с такой внутренней работой, что мне просто это... Это вот не до этого было вообще. Не до какой там звездной болезни. Мне надо было выживать. Выживать. У меня тут же в этот же период были мои трое детей, маленьких еще совсем. То есть, ну, мне вообще было не до этого. И я прекрасно понимала, и до сих пор я живу с ощущением, что жизнь, она вообще вот такая идет по синусуиде. Ну, не может быть успех всегда вот такой, в высшей точке, вот там и находиться вот всегда. Ну, не бывает такого. Ну, приходится. Ну, это мысль простая и справедливая, но она не мешает огромному количеству людей носить с собой памятник свой в кармане. Ну, это ужасно, на самом деле. И это так видно, это так заметно. Я когда это вижу в людях совсем еще молодых, которые, можно сказать, безгода недели на сцене. И вот это, конечно, с одной стороны, я понимаю, думаю, ну, это, ну, потому что отболит. И это, вот сейчас первое какое-то движение вниз, это тоже сейчас вот человек немножечко отрезвит. Но некоторых и не отрезвляет. Они потом и живут с ощущением какой-то исключительности, что все вокруг виноваты. Да. Вот, я не знаю. Может быть, потому что у меня такие были замечательные мои родные и близкие, которые, ну, кстати, занимали очень такие неплохие позиции в жизни в советское время по тем меркам, да, но тоже оставались предельно простыми, очень добрыми, отзывчивыми людьми. Я думаю, что все равно все как-то из детства. Ну, я знаете, что еще имел в виду? Вот, ну, вот я просто пример приведу, да. Вот у меня была в гостях недавно Ольга Борисовна, любимого министра культуры. И она сказала такую замечательную вещь. Она говорит, я все время смотрю, вот не начала ли я отдавать приказания вот с пальчиком, да. То есть не то, чтобы, ну, понятно. Я понимаю, что кресло это немножко другое, да. Испытание властью, наверное, самое тяжелое испытание. Ну, схожее. Да. Ну, вот, да. И я вот, может быть, про это. То есть у вас даже нет, ну, условно говоря, повода, да, вот на это обращать внимание, да? Правильно я понимаю? Да, да. Может быть, я заблуждаюсь. Я не знаю. Ну, правда, я никогда не слышала. У меня не было внутри вот вообще движения какого-то. Понятно. Внутреннего такого. А, знаешь, вот еще потому, что я, наверное, у человека, тоже мой муж все время за это ругает, он говорит, что ты вообще самоедка, ты вот все время с собой недовольна, у тебя вот это вообще надо оставить тело. Он не ругает вас, а помогает. У меня же на то, что он говорит, ты меня ругаешь. Он говорит, я тебе помогаю. Я, по-насти, помогаю. Ну, отчасти, кстати, помогает. Правда. Конечно, конечно, помогает. Нет, я же без шутки говорю, он помогает. Ну, это так и есть. Я понимаю, ну, я уже не могу перед... Говорит, 40 лет походку не меняют, а уже старше, я еще старше, когда ты, тем более. Поэтому уже поздно меняться. И мне приходится вот с этим как-то существовать. И если ты понимаешь свое несовершенство, как это корона-то? Тут бы вот свое несовершенство бы донести. Не знаю. Как говорят в одной программе, ответ принят. Я вас услышал. Я вас услышал говорить с Антонасом. Я вас услышал. Как многодетный отец многодетной мамы. У меня тоже три штуки. Хочу вас спросить. Вот в мамском что больше всего требует терпения? Мы нажали не на ту педаль. Мне кажется, мамство равно терпению. Вот и все. Знаки равенства. А с течением времени? С течением времени? Сейчас только когда мои дети уже стали взрослыми, у кого-то даже свои дети появились. Да. Вот сейчас я понимаю, вот как-то все приходит в состояние баланса. И отношения друг с другом. Вот внутри семьи. Да. То есть дети между собой, дети родителей. Вот это вот, вот это все, все вот эти ниточки. Вот все как-то начинает постепенно так вот как-то вот вставать на свои места. Потому что, когда дети маленькие, вот кажется, думаешь, ну почему? Ну почему? Ты все вроде делаешь как надо. Ты вроде и так. Ты вроде и так. А оно как будто вот не туда. Вот и туда, оно оттуда. И типа ничего не... Нет. Все-таки надо. Надо сеять, сеять, сеять. Оно потом прорастает сто процентов. Это я всегда говорю маму молоденьким совсем, кто может быть даже уже руки просто опускает, говорит, да бесполезно все, он у меня такой там ужас вообще. Нет. Ребята, надо сеять, надо сеять туда. Обязательно прорастут семена эти. Просто в разное время входят семена, да? Вот если посеяли семена, они же не все взошли одномоментно, да? Один раньше... А у вас были периоды, когда вот он такой, он такой там? Ой, конечно были. Конечно были. И все непростые. Кстати, знаете, как вот я уже сейчас понимаю, что непростые дети, такие вроде неудобные, знаете, как вот принято говорить, да? Они потом вырастают очень... Трудные, трудные. Говорят, трудные, нет? Ну, это же не всегда трудные. Трудные оттяжку другого. Трудные, это еще ступенька выше. Да, да. А неудобные. Неудобные. Да, вот. Из них потом вырастают очень интересные личности. Вот правда. Потому что, когда удобное, удобный ребенок, да, сказал, ну, сидит, сидит, стоит, стоит, все, иди туда, идет. Вот так вот, и все хорошо. Он все подчиняется, то есть у него простора для его творчества, для его фантазии, для его какой-то самостоятельности практически нет, поскольку он все время находится в состоянии подчинения и родительского контроля, и исполнения такого-то. То есть, что потом, неизвестно. Ну, по-разному, наверное, тоже бывает. Да, по-разному. Никто не говорит. Но, в целом, я вот сейчас вот делаю вывод, что все-таки, причем кто-то из них был более удобным, кто-то менее удобным. Ну, естественно, да. Да, да, поэтому. И, ну, вот сейчас мне результат очень-очень нравится. И я понимаю, что, что, наверное, самое правильное, что мы в них смогли, наверное, вложить, вот это ощущение семьи и взаимопомощи. Они росли, у них перед глазами был пример очень хороший. Моя бабушка, она прожила сто лет. Знаете, она прожила такую долгую, достойную жизнь. Она воспитывала моих детей, то есть своих правнуков. Да, правнуков, да. И они прекрасно видели, как мы о ней заботимся, и как много она значила для нас. Вот до самого последнего дня. Соответственно, они смотрели на нее нашими глазами. Они видят наши отношения к их бабушке. То есть и так далее по цепочке. Они понимают, что заботиться о близких, о пожилых, о слабых, это нормально, так надо делать в жизни. Они так всегда поступают по отношению к своим друзьям. Кто-то у нас вообще даже по отношению к братьям меньшим. У нас у дочки там вообще эта тема животных, у животных, у нее тоже прямо она очень сильно присутствует в ее жизни. То есть вот это желание делать благие какие-то дела, заниматься благотворительностью. Ну, опять, у всех в разной степени, да, но это все присутствует в жизни. Вот это меня очень радует. Это меня правда радует. Простить – это значит, что внутренне не желать человеку зла. Я вспоминаю первое ощущение жгучего стыда, когда я фактически предала свою подругу. Когда вот реально, ну, война. Эту войну нужно остановить во что бы то ни стало. Поскольку мы уже выяснили, что у вас зоркий богословский взгляд, я вам такой библейский вопрос задам. Знаменитый эпизод, когда апостол Петр спрашивает Христа, до скольки раз прощать согрешающими против меня? До семи ли раз? И Христос говорит, до семи же до семи. До седьми же до семи раз. Ну, то есть вот… Бесконечное количество. Да. Вы готовы эти славу принять? Да. Я прощала вот именно такое количество раз. Но простить – это значит, что внутренне не желать человеку зла. Не желать мстить человеку. Желание просто отпустить. Вот у меня было принято решение кардинальное в своей жизни когда-то. Я простила человека вот искренне, вот прям вот всем сердцем. Дай Бог здоровья, но без меня. Простить – это же не означает, что опять начать заново как-то взаимодействовать. То есть ты человека прощаешь, но ты уже понимаешь, на что этот человек способен. Ты простил ему этот поступок. Завтра, скорее всего, этот человек его совершит снова. Ну, потому что это такой тип личности. Поэтому и я снова тебя должна буду прощать, и я это сделаю. Но я не хочу подвергать свою жизнь опасности. Ну, это мы сейчас даже… Мы можем на самых разных примерах обсуждать. Даже, допустим, ну, вот в каком-то дружеском, скажем, каком-то взаимодействии, да? Ну, предал тебя, друг. Вот предал. Должен ты его простить? Простить – да. Но захочешь ли ты дальше с этим общаться с человеком вот так же, так же открыто души, так же открываться перед ним? Вот это вопрос. Вот знаете ли, здесь у меня есть вопрос. Поскольку я три года каждую неделю по этим пяти темам, да? У меня от безысходности это все время в голове, да? Я вам честно признаюсь, как я признавался уже не раз, что из этих пяти тем самая сложная и тема, которую я кардинально пересмотрел, в том числе и в отношении себя, это тема прощения. И мне часто люди признавались в студии, что они легко прощают. И я с ними говорил и понимал, что они даже не понимают, что это не так. Не хочу никого обижать. Да-да-да, это работа внутренняя. Может, мы, да, недостаточно глубоко еще капули. Поэтому тут же вопрос, вот что мы все-таки под этим понимаем, да? Что вот вы очень четко сказали, да? Нежелание от зла и прочее. Можно вспомнить там вашего любимого, по-моему, Толстой говорил, да, что это как руки поломать, простить можно, обнять нельзя. Да, это правда. Да, но есть же, опять же, разные ситуации, разные. Вот вы сказали про предательство, да? Это тоже такая вот чаще всего возникающая тема. Чего ты не можешь простить, что тяжелее всего, человек говорит, предательство. Вот я ставлю вопрос, вот меня предавали в жизни? Причем, знаете, когда человек говорит про предательство, он всегда говорит, и мы задаешь вопрос без уточнения, он всегда думает, что спрашивает про то, не предавали ли его? Никому не приходит в голову, что я спрашиваю, а ты-то сам, братец, сестрица, никого не предавал? Есть ситуации, когда вот то, что я понимаю, я воспринимал как предательство, ну, не такой, не иудин грех, да? Да, 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 да. Но я понимаю, что человек совершенно не думал об этом. Он поступил так, то есть это же разные вещи, да? Когда человек понимает, что он тебе делает гадость, да, а как он вообще, да? То есть тут, понимаете, сколько тут нюансов, да? Сколько нюансов здесь. Да, да, да. Это правда. Тема бесконечная, можно мне копаться, наверное, очень-очень долго. И, ну, вот говорю то, что я ощущаю на сегодняшний момент, как я себе понимаю прощение, да? Именно, да, простить, но вот не значит опять начать сначала. Вот так. То есть я живой человек, я же не страдаю амнезией, да? Я же все равно помню ситуацию, да? Я внутренне, правда, абсолютно освободилась от этой неприятной ситуации, от этого. Да, на самом деле, это все так вот, может быть, даже утрировано. Это, наверное, самолюбие человеческое. Говорит, у меня правил. Да, да, да. Боже мой, вот это все. И вот начинает самокопание какое-то такое. Да нет, на самом деле, вот совершенно верно сказали, что разные бывают мотивы. Вот не подумав, человек сделал какую-то глупость, да? И он не подумал, что он ранит глубоко человека, и что это может явиться как предательством. Я, кстати, все время вспоминаю историю, мне говорят, за что вам стыдно? Я вспоминаю первое ощущение жгучего стыда, когда я фактически предала свою подругу. В детстве, мне было лет 10, она была постарше меня, все время доминировала. Говорила, что надо делать, во что надо играть, как мы будем действовать. Короче, командовала мною, как могла. А я, в силу того, что я, в принципе, тоже лидер, да, по своему качеству, но из-за того, что была меньше по возрасту, я прям внутри была страшно не согласна с этим, с такой несправедливостью. А при всем при этом мы росли как сестры, мы жили прямо рядом на соседних этажах, и, в общем, мы дневали-ночевали друг у друга, родители наши дружили, все, прям как сестры. Я была одна в семье, она была одна в семье. И вот она уезжает куда-то на месяц, там, на каникулы. И вот, значит, кто-то из подружек наших общих стал ее обсуждать активно. Ну как же, я подключилась. Я не могла... Охотно подключилась. Охотно подключилась. Я рассказала все проблемы, какие у меня с ней были. Когда-то вы еще не все знаете. Я прям, я не помню еще подробно, ну, короче, я помню, что я активно участвовала в ее линчевании. А потом, значит, она приехала, и я была ее так счастлива видеть. Ну, она же как сестра родная. Я с ней обнималась, я думаю, о, приехала, ура, здорово, как. И тут те подружки, с которыми я разговаривала, говорят, а что ж ты про нее-то так? А мы ей сейчас все скажем. И вот тут, я думаю, боже, какой будет кошмар. Я помню, как я куда-то убегала. Я куда-то с ней пыталась спрятаться. Это было, ну, понятно, что это было детство такое. Но мне было так стыдно. Я же ее люблю. Я к ней очень привязана. Она очень много для меня значит. И я сто раз пожаловала, зачем я с ними разговаривала. Это вот первое ощущение такого прям жуткого совершенно стыда. Но это же было предательство. Но это же было предательство. Вот такое, на таком вот детском темном месте. Аккуратно так говорю. Вы попросили у нее прощения потом? Она узнала? Она узнала про это? Я вот не помню. Мне кажется, она узнала об этом. Но рассказали они, не рассказали эти девчонки-то замечательные? Ей рассказали. Ну, конечно. Да, конечно, ей рассказали. Поэтому бесполезно было куда-то бегать. И все. Я не помню момент. Наверняка я попросила прощения. Я не хотела там что-то. Конечно, мы как-то эту ситуацию уже прожили. Да, пережили. Но не это я запомнила. Понятно. Это у меня вот момент прощения. Это как преступление и доказание. У меня вот... Вот этот первый эпизод более яркий был. А скажите, пожалуйста, вы помните случаи в жизни, когда вам тяжелее всего было сказать «Прости меня». Не когда вам приходилось прощать, а когда вам приходилось просить прощения. А когда не смогли попросить прощения. Были такие у вас случаи? То есть понимали, что надо, но не смогли? Бывало. Бывало такое. Ну, это не, скажем, не в глобальном каком-то смысле. Но по мелочам в семейной жизни, думаю, вот неплохо было бы, конечно. Но не могу. Ничего. Перетерпит. Воспитательных. Нет, ну вот правда. И вот иногда прям приходится переступать через себя. Да, и кому-то даются очень просто эти слова, и, может быть, даже они носят более поверхностный характер. Типа, ну прости, ну ладно, все. Ну ладно, все же, ну перестань. Ну что-то я это, что-то тут я не погрячула. Ну, я не знаю, у меня как-то по-другому взаимоотношения с этим словом складываются. Мне не так легко. А почему вам не так легко? Потому что приходится через себя переступать? Ну да, наверное, наверное, гордыня. Наверное, может быть, еще знаете почему? Как-то принято у нас вот в семье считать, что я человек более взвешенный такой вот, да, то есть я... Так-так-так. Скажем, ну, у меня что, говорят, ни для кого не секрет, у меня муж очень человек эмоциональный, да. Я человек очень эмоциональный, он, я больше контролирую свои эмоции. Поэтому в какой-то ситуации я могу вовремя нажать стоп. Да, поэтому, в принципе, как оказывается, что эмоции, это как правило наши, которые нас заносят куда попало, они лежат в основе всяких неприятных вещей, за которые потом приходится извиняться. О да. Вот. Поэтому чаще я как бы по другую сторону. И не то, что я внутренне даже думаю, вот сейчас сижу с вами как, слушайте, как психотерапевт, и рассказываю все про себя, что чувствую в настоящий момент. И иногда думаю, вот о мой вот постамент-то не пошатнется в этот момент. Ну, это я, конечно, преувеличиваю. Нет, нет, но я понимаю, о чем вы говорите. Да, то есть вот какой-то момент, ну, я, конечно, извиняюсь. А если вы понимаете, ну, или вы считаете, да, понимаете неправильное слово, что вы не виноваты. Вот вы сказали, что вы огнетушитель, миротворец, да? Вы ради мира можете попросить прощения? Ой, я это делала много раз. То есть попросить прощения тогда, когда вы не виноваты, легче, чем тогда, когда вы виноваты? Да, все очень зависит от ситуации. Если ситуация, вот, знаете, в каких-то серьезных моментах жизненных, прямо когда вот реально, ну, война, эту войну нужно остановить во что бы то ни стало. И ради вот такой вот большой цели, да, господи, да все что угодно. А если это, ну, как бы такая бытовая какая-то мелочь, оно того не стоит. Поэтому оно тяжелее дает. Не знаю. У вас есть песня «Я тебя не простила», но тебя не забуду. Это, может быть, такая, такой придирочный вопрос. Я почитал вот в Ютьюбе отзывы, там, кстати, есть потрясающие отзывы, связанные с тем, о чем вы говорили, да, когда люди и видно совершенно, что они вас искренне благодарят, и это какое-то... Есть такой замечательный отзыв. А я вот пожелаю нам всем научиться прощать и отпускать ради покоя души. А песня классная. Как вам такой отзыв? Да хороший отзыв, замечательный, потому что я тебя не простила, но это, может быть, это сиюминутная реакция, когда очень больно. Говорит, я тебя не прощу никогда. Вот. Этого я тебе никогда не прощу. Вот из этой серии. Это сиюминутная реакция, когда просто еще очень-очень больно. Это не означает, что она его не простит и не отпустит никогда. Когда все это случится. Это она, естественно, для вас, да? Она, конечно. Ну, слушайте, все песни не могут быть автобиографичными. У меня автобиографичных песен, это вообще прям вот тут по пальцам. То есть в любом случае я переживаю какую-то историю, ну, по-актерски. Либо у меня что-то там могло когда-то быть, либо где-то слышал какую-то историю, либо это случилось с кем-то там из моих близких. Да нет, на себя-то точно вообще. Любовь это не брать, любовь это давать. Эта любовь вообще радостная, я бы сказала, даже беспечная. Вы сказали как-то, что вот, поправьте меня, если я что-то не так запомнил, что вот любовь сделала вас взрослой. А это то, что сделала вас взрослой. А это вот, как это ощущалось? Что имеется в виду? Я такое сказала, да? Ну, может быть, и сказала. Да. Ну, либо так написали, но... Да, ну, вот, да, уже об этом никто не узнает. Да, придется отвечать. Любовь сделала меня взрослой. Наверное... Может быть, вы сейчас с этим не согласитесь? Да, ну, сейчас порассуждаем на эту тему. Давайте. Конечно, в юности любовь для меня значила, значит, другое, чем сегодня, сейчас. Это какое-то чувство, это обожествление какого-то человека, это стремление к нему, это вот... Это все больше было про это. И когда я была замужем, да, все равно это была любовь все еще вот в таком понимании. Хотя, конечно же, когда у человека рождаются дети, мне кажется, женщина особенно быстро включается в какую-то уже другую жизнь. Она уже по-другому смотрит на многие вещи, для нее уже ценности становятся другими. И, конечно, претерпевала изменения все эти внутренние, и я тоже. Но когда вот мне стало плохо, прям совсем плохо, я начала понимать все-таки, что любовь это вот не про это, про все, что я вот думала раньше. Может, вот хорошие духовники подсказали, так меня как-то на эту мысль меня вот так вот наставили, настроили меня в том направлении. Что любовь это не брать, любовь это давать. Ну так вы были настроены на то, что отдавать все? Вот давать, несмотря ни на что. Давать, ну я-то хотела, я же хотела еще и брать. Ну как, я отдавала, но я же ждала в ответ. А вы знаете, вот я не хочу в эту сторону идти, да, мне кажется, ну вот... Но мне кажется, что проблема ведь не в том, не в вашем настрое, который у вас был, а в том, что не было ответного. Конечно, да. Но я сейчас говорю о том, как для меня менялось значение этого слова. Хорошо, да. И в этом смысле, что я стала просто понимать более глубокие смыслы, глубинные смыслы этого слова. И вот для меня вот тогда это открылось, да, это не нашло ответа никакого. Я поняла, что в одностороннем порядке это все сделать невозможно. Невозможно или сложно? Невозможно. Усилие одной стороны, да просто невозможно. Другая сторона, если совершенно не заинтересована. Для танго нужно двое, как говорят американцы или англичане, кто-то... It takes two to tango, да. Да, это так, так и есть. Вот, и дальше я поняла, и чем вот старше я остановлюсь, тем больше нахожу подтверждение вот этой самой истине. Так оно и есть. И насколько вот надо сеять вот эти... Вот есть у тебя желание... Что такое вот сейчас вот любовь, да? Это желание делать добро. Желание... Это какой-то некий такой вот импульс, да? Сделать что-то очень хорошее, светлое. Я не знаю, это забота, это сострадание, это... Ну вот, 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 это все просто... А смотрите, вы же сказали уже, что мы без розовых очков, да? Да. А жесткой может быть любовь? Ну да. А в чем она проявляется, эта жесткость тогда? Ну, любовь жесткой. Отношения могут быть разные, отношения могут быть жесткие. А что такое, любовь жесткая? Ну, когда я тебя люблю, поэтому я тебе сейчас вот эту вот... Нет-нет-нет, просто вот я тебе сейчас скажу очень неприятные вещи, но не потому, что я хочу тебе сделать больно, а потому, что я тебя люблю. Конечно, конечно, это как укол. Ну, слушайте, лекарство, оно не всегда принимается самым приятным образом, да? Вот, поэтому, ну, конечно, естественно, это не означает, если я тебя люблю, то я вообще обхожу все острые углы и вообще не дай бог вообще, чтобы тебя вообще потревожить. Нет, как раз. Как раз, мне кажется, любящие люди и должны говорить друг друга какие-то очень прямые такие вот вещи, которые, может быть, на которые другую не способны. А когда вам говорят, это любящие люди, вы это легко принимаете? Я это принимаю. Я не могу сказать, что я легко это принимаю. Я внутренне пытаюсь найти себе какое-то оправдание, там что-то гордыня внутри дергается, дергается такая трепещется так. Вот, но принимаю. Вот реально, говорит, согласна. Вот согласна. Да, я готов. Это совершенно понятно, что я не могу эту тему обойти, наверное. Иосиф поменял веру, да, религию ради вас. Это известный факт, о нем не раз говорили. Это было его решение неожиданное для вас? Или это была ваша просьба? Не-не-не-не-не. Это было его решение. Вы вообще никогда не поднимали эту тему? Вообще никогда. А вообще вы думали на этот счет? Никогда. То есть вы думали, вот как будет-то? Я, более того, как-то я изначально жила с такой установкой, опять же, мне как говорили духовники, вообще как-то неверный муж верной женой освящается. Да, ну это известная, да, да, евангельская фраза. Фраза такая. Неверующий муж освящается живым верующим. Верная, неверная, именно в таком комплексе была фраза такая. Я поэтому как-то с этим жила, мне было все равно. Я не знаю, может, это неправильно, конечно, но я вот, я встретила человека, с которым у меня... Но честно, может, неправильно, но честно, да. Да, я вот, как-то, вот так мы стали жить. А он для себя решил, что, ну как же так, во церковь вместе пойти там, да, вот как-то вот, ну как-то странно, у него все дети крещеные. Он говорит, ну как-то странно. А поскольку вы растабуировали сами эту тему внуков, да, внучки, вы уже почувствовали вот это знаменитое, о чем говорят, что любовь к внукам, это совсем не то же самое, что любовь к детям? Да. И я совершенно четко поняла, почему. Почему? Вот расскажите мне. Потому что эта любовь очень радостная, я бы сказала, даже беспечная. Не, ну радостная к детям, ну что же радостная? Она такая беспечная любовь, потому что ты встречаешься с этим замечательным существом, просто это счастье, радость твоей жизни, которое еще похоже на тебя еще. И вот ты улавливаешь черты твоего сына, и вообще кровь твоя там, и ты это все понимаешь, чувствуешь. Но ответственность несут родители с него. Знаете, это очень удобно. Я сейчас с иронией говорю, конечно, я с удовольствием принимала активное участие в ежедневном воспитании. Но ребенок, который живет с родителями, мы живем в разных местах и видимся не так часто. А как вы думаете, бабушка ваша согласилась бы с вами? Вряд ли, потому что меня воспитывала бабушка. Мы жили рядом, у нас был один дом в разных подъездах. Я у нее была вот в раннем детстве, практически жила у нее в раннем детстве. А потом уже, вот когда я переселилась уже домой к себе, все равно после школы я шла к бабушке, уроки делала у нее. Я половину своего времени проводила у нее. И, конечно же, я понимаю, что воспитанием, вот ежедневной, ежедневной основой занималась она. Но, конечно, она бы со мной не согласилась. Ну, разный уже сегодня, разный быт. Нельзя сравнивать жизнь тогда и жизнь сегодня. А вам от этого, вам не хватает этого, нет? Мне не хватает. Поэтому я так, я мечтаю, у меня есть мечта. Есть мечта построить или какой-то купить, хотя бы небольшой дом или дачу. У нас нет загородного дома. Потому что никогда не был нужен. Всю жизнь мы где-то ездим. Разница, откуда вы езжали, где чемодан собирать. А сегодня мне хочется иметь некую точку притяжения. Где бы все могли собираться. И где бы жила бы моя мама, может быть, даже жила на постоянной основе. Куда бы приезжали, или, может быть, даже жили всегда мы. И куда бы приезжали наши дети, где бы могли все собираться. Потому что в квартире это сделать тяжело. Не хочу тут быть, не знаю даже, как себя назвать, каким гадким словом. Но вот мне Леонид Аркадьевич Якубович признался, что все-таки дом это не помещение. И вот он как раз, знаете, он с такой тоской сказал, что чувство дома ушло. Он как-то прям меня защемило. Он говорит, потому что дом это когда вот запах бабушкиных пирожков на лестничной клетке. Это вот дом. А вот, говорит, можно даже построить большой, и, говорит, не будет. Ну, это, понятно, его личное ощущение. Это личное ощущение. И я, соглашусь, скорее ностальгия по тому времени, по тому укладу жизни. Сегодня бабушки в 50 лет, 55, не пекут пирожки. Вернее, не занимаются только этим. Когда им печь? Они в фитнесе. Да, они все, ну, они в фитнесе, они в бизнесе. Они живут самой активной жизнью. Мир поменялся. Поэтому странно ждать вот какой-то ситуации, что мы сейчас сможем его построить в отдельно взятом месте, в отдельно взятой точке. Нет, ну, хотя бы иметь возможность собираться. Я понимаю, что этот дом мог бы стать точкой притяжения. Вот там, где спокойно все могли бы разместиться. Нет, дочь, вы очень здорово объясняете, так сказать, ну, передаете чувства. Я вас очень хорошо понимаю, да. Это моя мечта. Будем надеяться, что она сбудется. Обычно сбывается после нашей программы. У меня есть такой любимый вопрос. Я бы хотел вам его задать. Есть знаменитые слова апостола Павла про любовь. Что такое любовь? Я их прочитаю, всем нам напомню, да. Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Вот из этого что для вас является самым сложным? А может быть что-то вы не готовы принять? Ну там все, там очень сложно. Прям реально, я понимаю, сейчас вот в очередной раз вот вдруг прочувствовала, что то, что кажется нам, то думаю, ну как же так, любовь с нами, любовь с нами. Мы еще так далеко, так далеки, ну мы, я говорю про себя сейчас, так далека вот от вот этого идеального, от этого понятия, образа, что ли, да. Очень далеко, там... Все сложно. Все сложно. И долготерпит, и... Всему верит, вот я все время на это, всему верит, но как-то это очень тяжело. Да, правда тяжело. То есть все прощает, вот покрывает все, то есть все грехи, все несовершенства, вот просто покрывает, вот так вот защищает. У меня еще далеко до этого. Ну, давайте перейдем к финалу, чтобы не заканчивать на этой сложной философской мысли. Хотя финал тоже такой. Я вас попрошу поставить точку в предложении, где постановка знака припинания меняет его на противоположный. Ну, из серии «Казнить нельзя помиловать», да? С радостью скажу, что мой друг Кшиштоф Занусий, может быть, не очень близкий, но действительно мы много лет знакомы, общаемся. У Пана Кшиштофа в одной из его книг, переведенных на русский язык, есть такая мысль. Человеческая порядочность зачастую проистекает из отсутствия испытаний. Согласиться нельзя возразить. Где вы поставите точку? Согласиться. Согласиться нельзя возразить, потому что зачастую проистекает от отсутствия испытаний. Да, конечно, не всегда. Но если нет искушений, то человек вполне себе живет комфортно, и он вполне себе благопорядочный. Например, внешне не столь привлекательной девушке, наверное, легче справляться с какими-то страстями. То есть, ну вот, это все из этой же серии. Поэтому, да, то есть твоя добропорядочность должна быть чем-то подтверждена и проверена. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. Спасибо. Это была миротворец Валерия. А мы продолжим писать парсуны наших современников ровно через одну неделю. Продолжение следует...